М-м-м! Курочка в соусе! Картошечка! М-м-м! Картошечка! Селёдочка с лучком! Творожный пирог с нежными абрикосами – райское наслаждение! Эх, колбаски, да! М-м-м! А как же тортик с ягодками и шоколадом? Или корзиночки с ягодками? М-м-м! Вкусняшка! Нет, лучше нашу картошечку и селёдочку! Хочется? Да на здоровье! Мы не станем пугать! Мы покажем, как сбросить лишнее! Мы знаем, как умерить аппетит без запретов и голодовок! Мы покажем, как худеет женщина года! Как сжигают жир, убирают животы и избавляют от обжорства! Пеките пироги, зовите гостей, накрывайте до стархан и... ...смотрите! Пеките пироги! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Самого крупного ребенка страны. Тезка пышной малышки Ира Богославская бьет обратные рекорды. За полгода жительница Кустаная сбросила 40 килограммов. Она ушивает огромные шубы и пальто. И, наконец-то, может надеть любимый плащ, много лет бесполезно висевший в шкафу. Какой размер был у вас? 62 размер, сейчас 52. 52. Могу и в 50. Вот мои брюки. Спортивные брюки. Вот тоже очень большие. Очень-очень. Теперь я скоро могу влезть в одну штанину. Я так думаю. Вот я не растягиваю. Вещи все раздала близким, друзьям, кто еще не решился. Еще полгода назад Ирина была вот такой и весила 125 килограммов. Как многие люди, страдающие от лишнего веса, она голодала, сидела на кремлевской диете, пила тайские таблетки, от которых мучила бессонница, а вес возвращался в двойном объеме. Женщина отчаялась и практически уже смирилась с перевесом. Намечалась свадьба у дочери. Я как бы садилась на диету, но ничего не помогло. Нет, я не смогла ничего сделать. Мне просто было стыдно перед дочерью. А последней уже каплей, то, что стало, что я решилась, уже кардинально решилась и бесповоротно, это когда я себя увидела на видео, снятом со свадьбы моей дочери, когда я себя со стороны увидела, где люди были все, как бы, ну, практически одного размера, ну, там выглядели хорошо, а я среди них одна была сильно полная. Ирина продолжает пить чай с печеньями, балует себя тортиками, ест любимые пельмени и котлеты и все еще худеет. Через полгода она надеется в очередной раз удивить друзей. Так в чем же секрет нашей героини? Обязательно расскажем. Немного терпения. А это Сумен. Она тоже ни в чем себе не отказывает. Правда, родителям Сумен не удается прокормить восьмилетнюю дочь. После плотного завтрака дома девочка стучится к соседям и просит добавки. За неделю она съедает столько, сколько обычной индийской семье хватило бы на целый месяц. Чревоугодие – настоящая катастрофа современного мира, считает казахстанский ученый, главный етолог страны Турегильда Шарманов. Сначала мир спасали от недоедания, теперь от переедания. Я лично, например, не потребляю хлеб. Уже очень много лет масла не ем сливочного, вообще не ем соль не ем, сахар не ем. Перешел на шоколад совсем неплохо, не дурно. Например, лепешки и всякого рода перформаченные как раз вот эти продукты вообще не ем. Это может быть в месяц два раза, три раза. Ну, просто так. Академик Шарманов, разменявший девятый десяток в отличной форме, чего, увы, не скажешь о молодых. В этих лабораториях Института питания несколько лет пытаются создать панацею от ожирения. Число тучных людей у нас неуклонно растет. Ученые подсчитали, каждый третий мужчина и половина женщин в Казахстане после 25 набирают избыточный вес. За взрослыми стараются угнаться и дети. Уже каждый пятый ребенок страдает от ожирения. В буфетах школ запретить продажу фастфудов, чтобы в другом месте. Запретить продажу, например, напитков типа кока-колы, пепси-колы. Большое количество содержит, например, глюкозы, сахара. Это тоже способствует ожирению, лишнему весу. И так, в общем, усиливает аппетит. Потому что в холодном виде, когда потребляете сладость, они как-то приводят к тому, что еще надо больше есть. Вместо вредных сладких шипучек академик Шарманов предлагает выпускать напитки из кобыльевого молока. Помимо кумыса ученый готов наладить производство 10 совершенно новых продуктов. По содержанию, выработке аскорбиновой кислоты кобыль и молоко, кобыль и молоко равного нет в мире. Это рекорд смен. В 100 миллилитрах кобыльевого молока можно выработать 20 миллиграммов аскорбиновой кислоты витаминов. Человек пьет обычно не меньше литра. Например, я ежедневно пью литр. В литре присутствует 200 миллиграммов аскорбиновой кислоты. Это огромное богатство. Продукты из кобыльевого молока, уверяет академик, отлично помогают бороться с лишним весом. Возможно, новые продукты ученого помогут женщине года сдержать обещание похудеть, которое она дала на церемонии, где было много стройных женщин в белоснежных вечерних нарядах. Популярные способы разочаровали Адельу Розалинову. Мы заглянули на кухню звездной помпушки, и нам повезло. Адель готовит свою знаменитую самсу. Раскатывая слоеное тесто, признается, родители всегда боролись с массой дочери. Но именно пышные формы помогли попасть на телевидение. У меня родители очень честные. Они мне всегда говорили, Адель, ты толстая. Я родилась полным ребенком, и я всегда была толстой. Когда я пришла на телевидение, я пришла домой, мне было 13-14 лет. Я сказала, мам, я прошла кастинг. Мама говорит, боже, у тебя же щеки на плечах лежат. Какой кастинг? Еще и на телеканал Хабар, прогноз погоды. 14 лет мне было. Аппетитная фигура нашей героини вдохновляет итальянских друзей. Говорит, они не скупятся на комплименты. И уверены, великий Боттичелли своей лучшей картины писал Садель. А она постоянно борется, но никак не может изменить своим кулинарным пристрастиям. Очень люблю пироги, очень люблю киши, очень люблю татенчики, очень люблю пирожочки, самсушки. Люблю. Мне это нравится. Я знаю, что вредно, знаю, что не получается. Оно не получается. Вот я сейчас сделаю самсушки из слоеного теста с картошечкой, лучком. Лучок можно было зажарить, но я уж не буду совсем борзеть. Добавляем тунец. Можно добавить любую рыбку, можно семгу добавить, филе. И чтобы вот вкус, понимаешь, не было такой вот, как картошка с рыбой, я добавлю немножко феты. Адель меньше ест, когда сама крутится у плиты, наедается глазами уже в процессе. Но ничего не может поделать с ночными походами к холодильнику. Стрессы и прочие отговорки ни при чем. Банально просыпается аппетит. Вот так Адель наела без малого 130 килограммов. Масса, которая во мне, ее надо кормить. Это должен понимать каждый человек. Поэтому полные люди наедаются. Поэтому они ждут вот этого мероприятия, Новый год, сейчас тазик оливье, он зайдет в меня. Конечно, он нас зайдет, потому что у нас уже желудок размером с тазик. Масса требует этого. Никак не, знаете, ваша витаминоз, гормоны, настроение. Этого требует ваша безобразная масса. И вы ее кормите. Я это прекрасно знаю. Адель убеждена, худеть надо с удовольствием. Никаких голоданий и самобичеваний. Наоборот, полюбите себя, призывает Адель. Наслаждайтесь едой, как она. И прежняя фигура вернется. У нее же получилось за 5 месяцев сбросить четверть сентнера. Что-то похожее пропагандирует и международный мастер функциональной тренировки Вадим Цхе. Он 10 лет занимается коррекцией чужих фигур и абсолютно точно знает. Иногда лучше быть полным, чем худым. Здесь, например, люди, которые приходят, теряют вес, становятся худыми. Но у них, знаете, лицо такое абсолютно безжизненное. Они затем немного обратно набирают, и на них смотришь. Это жизненно радостные люди. То есть здесь не надо к ним подходить, слушай, ты вот такая была, давай обратно будем скидывать. Нет. Если человеку хорошо, если он счастлив, то, в принципе, пускай он просто поддерживает себя, как бы он вырабатывает определенные килокалории в течение дня. Их тратить для того, чтобы просто мышцы были в тонусе, чтобы был хороший метаболизм, чтобы был хороший обмен веществ, этого достаточно. Инструктор групповых занятий разработал немало программ простейших упражнений для похудения. Проводит общегородские зарядки и совсем не против, если его занятия выкладывают в сеть. Вадим не осуждает и не наказывает клиентов за гамбургеры и картошку. Напротив, просит наслаждаться едой и благодарить небеса за любую пищу. Наша цель, чтобы человек чувствовал себя комфортно, удобно, чтобы он, самое главное, был счастлив, чтобы он был довольный. Есть моменты, где в краткий срок люди добивались феноменальных результатов. Просто прыгая на скакалке, просто прыгая на скакалке, человек за полгода скидывает до 60 килограмм. Просто работая на эллипсе, человек за полгода скидывает до 40-50 килограмм. Подтянуть животы и ягодицы хочется, когда рядом идеально сложенный инструктор. Без ложной скромности признается молодой фитнес-тренер Вадим Саринов. В прошлом чемпион страны по баскетболу. Клиенты восхищаются его фигурой и послушно выполняют все упражнения. А безвылазная офисная работа вовсе не помеха для занятий фитнесом. Разминать суставы можно рядом с рабочим креслом. Не обязательно какое-то оборудование. Даже возьмите, к примеру, воду, поработайте с бутылочкой воды. Где вы бы на пляже, не знаю, где-то гуляете. Поработайте. Очень упражнений много. Комплексных упражнений. Просто есть небольшая задача, многоповторно. Работать на активность. Различные жимы можно работать. Очень много упражнений. Мащи. Да? Очень много. За счет всего какой-то бутылки. Некогда люди сезонно забегали на фитнес. Перед летним отпуском или новогодним корпоративом. С недавних пор научились получать удовольствие от тренировок. А желание постоянно быть в тонусе систематизировало походы в тренажерные залы. Начинают и женщины, и мужчины с одних проблемных зон. Большие животы и отложения в боках. Бока очень проблемно не уходят. Многие начинают делать различные скручивания, косы. Очень много. Можно делать упражнений, но не сильно много. В качестве тонуса просто держать. Бока уходят за счет питания. Эта система проверена в тренажерном зале. Когда клиент приходит, не обязательно делать упражнение. Очень распространенная ошибка. Когда клиент приходит, берет гантели, у него упражнение начинает делать наклоны. Он думает, что у него бока уйдут жировые отложения. Это ошибка. Чтобы избавиться от жировых отложений в боках, есть пара таких же простых упражнений. Инструктор Вадим Саринов обязательно их покажет. А пока нужно время, чтобы усвоить первую порцию советов. Тем же, кому совсем не втерпешь, а таких в столице немало, кому нужны моментальные результаты, обращаются к доктору Анне Медведской. Правда, врач оттачивает фигуры исключительно при красной половине. Мужчин сюда не пускают. Мы единственные, кому позволили поприсутствовать на модной процедуре без операционной липосакции. Если нужен результат в кратчайшие сроки, то, конечно же, эта процедура является альтернативой беговой дорожке. Например, девушке свадьба через три дня, и ей нужно срочно потянуть какие-то свои складочки для свадебного платья. Она может получить эту процедуру один или два раза и получит свой желаемый результат. Именно к тому времени, когда ей это будет необходимо. Под воздействием низкочастотных ультразвуковых волн, если верить врачу, жировые отложения в буквальном смысле плавятся. После одной процедуры можно потерять до шести лишних сантиметров. Верится с трудом, но Анна уверяет, никаких ожогов, синяков и следов на теле не остаётся. Увлекаться ультразвуковой липосакцией нельзя. Не более двух посещений в неделю. Кстати, расплавленный жир выводится естественным путём. Во-первых, после процедуры нужно выпивать один литр воды. Затем рекомендуется проводить лимфодренажный массаж, ручной, либо какой-то аппаратный выжимающий. Употреблять вместе с жидкостью выпиваемые мочегонные чаи. Также рекомендуется очистить кишечник. Ну и, возможно, отказаться от тяжёлых ужинов хотя бы в дни процедур. Отказаться от тяжёлой пищи придётся в любом случае, даже если вы подсели на ультразвуковую липосакцию. Мы не берёмся утверждать, насколько похудела девушка за время съёмок, и гарантировать эффект. Самим замерить объёмы до и после было неловко. А вот испытать аппарат на себе невозможно. Техника предназначена для женщин. Есть и те, кто ради стройной фигуры готов лечь под скальпель. Кто доверяет традиционным методам откачки жира, ищет пластических хирургов. Доктор Ильяс Бескенов липосакцию проводит через специальные трубки – конюли. Что практически нетравматично, а по цене не дороже новомодной процедуры. Пластическая хирургия – это дорогая область хирургии. Но область живота стоит 330 тысяч тенге. И областей много на теле, и каждая имеет свою цену. Но вот самая большая живота – 330-350. Опять же, в зависимости от случая. Потому что объём выкачиваемого жира разный бывает. У кого-то литр, пол, а у кого-то до 3-5 выкачиваются. Традиционная хирургическая липосакция позволяет не только подкорректировать фигуру, но и исправить недостатки на лице. Свой жир, говорят врачи, – лучший материал для подобных преображений. Во-первых, своё не вызовет аллергию. А во-вторых, не растворится. Если выражена носогубная складка, складка появилась, носослёзная борозда, вводя в эти участки жир, мы непосредственно заполняем этот дефект. Борозда уже не такая выраженная становится, и носослёзная. Те же скулы мы можем увеличивать этим жиром. И эффект на всю жизнь сохраняется. Это имеет свои преимущества перед контурной пластикой. Правда, не всякий хирург согласится сразу выкачивать жир. Столичные врачи чаще отговаривают пациентов. Предлагают поменять образ жизни, заняться спортом, изменить рацион. Хотя то же самое попросят сделать и после липосакции. В противном случае излишняя масса снова вернётся, а тело станет безобразным. В месте, где была проведена липосакция, непосредственно уже жира не будет. Мы удаляем жировые клетки, разрушаем их. И лишь небольшие единичные клеточки, они непосредственно сами не разрастаются, а разбухает жировой ткань, жировой компонент в них преобладает. И может появиться картина стиральной доски такой небольшой неровности на коже. Вот этот эффект можно ожидать, если пациент не будет соблюдать режим. И, как вы говорите, срываться будет. Наша первая героиня полжизни потратила на диеты и всякий раз срывалась. Каждая неудача оборачивалась ещё большей прибавкой. Когда совсем не в моготу стало в тучном теле, женщина нашла профессора Успанова. Едва ли не единственного хирурга в Казахстане, практикующего операции по сокращению желудка через небольшие проколы в животе. В операционной его ждёт очередной пациент с большим перевесом. Операция выполняется лапароскопически, то есть означает, что в свободную брюшную полость вводится газ, в данном случае углекислота, и в созданной рабочей полости выполняется основное вмешательство периодическое. На операционном столе женщина. Она весит 108 килограммов. Ей нужно сбросить не меньше 30 кило. Профессор собирается сократить 4-х литровый желудок до 50 миллилитров. Мы пересекаем желудок, получается сначала поперёк, потом продольно, и то есть мы делаем из одного желудка, два, так будем говорить, в малую часть мы соединяем с тонкой кишкой, в дальнейшем в него поступает пища, и потом уйдёт уже в кишечник. А большая часть, в неё пища вообще практически не поступает. После гастрошунтирования человек может есть всё, что угодно. Не нужно ничего считать и контролировать. В маленький желудок много не поместится. Есть ещё несколько хирургических приёмов умерить аппетиты, рассказывает профессор. Решить проблему можно специальным баллоном, который помещается в желудок, и у человека быстро наступает чувство сытости, но постоянно мучает тошнота. Ещё на желудок надевают кольцо. Ощущения те же, правда, часто возникают осложнения. А можно просто завернуть часть желудка вовнутрь. Делать её сложнее, чуть дольше даже, чем продольную резекцию. Ну и мы не всегда, как говорится, удовлетворены ей, потому что кому-то 20 килограмм снизить вес – это достаточно, а кому-то это мало. Кто-то хочет стать сразу моделью, кому-то нужно улучшить здоровье. Подобные радикальные хирургические вмешательства показаны всем, чей индекс массы тела больше 30. Рассчитать индекс массы тела несложно. Переведите собственный рост в метры. Например, 170 сантиметров – это 1,7 метра. Теперь умножьте на 2 и получите цифру, на которую следует разделить собственный вес. Вычислили? Индекс меньше 30? Значит, вы не страдаете ожирением. А если индекс в норме, но на боках отложения, посмотрите и запомните простые упражнения. Тут элементарно питание и какие-то планки. Смотрите, боковые планки. Поднять корпус, постоять 30 секунд. Можно сделать движение пульс, таз вверх. Мысль будет на напряжении, собственный вес будет укрепляться, мышечный корсет. Все элементарно. Какие-то опции есть более потяжелее. Это такие вот моменты. Это на боковые отложения, скручивания различные. Очень хорошее упражнение. Вы поделаете по 30 раз, в трех подходах вы почувствуете жжение, небольшие такие ощущения болевые. Собственная полнота – не повод для комплексов и страхов. Чужая полнота – не повод для насмешек. Специалисты знают, как спасти, как помочь людям с большим перевесом. Главное – вовремя обратить внимание на себя или ребенка, на друга или соседа. Восьмилетнюю Сумен будут лечить в лучшей клинике Дели, а четырехлетней Иришкой займутся российские врачи. Женщина года не хочет идти на радикальные меры, пока она считает калории и количество шагов, пройденных за день. Результат – минус 25 килограммов за 5 месяцев. А Ирина из Кустаная чувствует себя совершенно другим человеком. Все, без исключения специалисты, тренеры, хирурги, косметологи, эстетисты, знающие, как помочь похудеть, не смогут сделать ничего, если человек не захочет измениться сам. Сила воли, терпение, любовь к себе и желание быть здоровым. Вот, пожалуй, главные ингредиенты волшебного рецепта от перевеса. Сила волшебного рецепта от перевеса. Сила волшебного рецепта от перевеса. Сила волшебного рецепта от перевеса.